Ему, понимаете ли, веру в церковь привили уже, все, и страх перед церковью, и по округе, ну в его селе, на его улице, по крайней мере, его соседи точно знали, что лучше с этим не шутить, церковь надо уважать, почитать, как бы и исполнять все, что говорят в церкви. Вот такая была история. Мужчинам еще больше и меньше как-то везло в этом отношении, женщинам обычно вообще не везло с инквизицией, там вообще были разборки, потому что монахи же занимались этим, они были, как правило, извращенцами, женоненавистниками вообще. Им попадись женщина более или менее нормально, красиво, они же с нее уродину сделают просто, просто изувечат, покалечат, а потом еще и сожгут на костре, вот знаете ли, для пущей важности. Это как там кто-то написал в социальных сетях, костер сжигает какую-то там ведьму, как бы значит средневековые гравюры, и написано было там, уже современный автор написал, какой-то там блогер, что это средневековый метод закончить разговор с женщиной, как бы просто на костер отправить. Женщины, знаете, как проверяли, ведьма или не ведьма, вот, связывали руки, сзади, ну это самая последняя методика была уже такая, проверка, когда уже там, допустим, эти монахи, судьи пытали, допрашивали, та ни в какую не признаюсь, что она ведьма, вот, а счет не хочет на костер попасть, конечно же, девчонка, ну а что делать? Ну монахи, раз уж это поделились, судьи во мнениях, как бы одни за, другие против, одни как ведьма, другая вроде как не ведьма. Вот тогда была последняя проверка для этой женщины, какая? Ее связывали сзади руки, ноги связывали, и в такой большой чан бросали в бассейн, как бы со святой водой. Если она тонула, суд, самый гуманный, справедливый в мире, ее посмертно оправдывал, и с нее снималось все обвинения, ее полностью реабилитировали, ее имя, и, значит, потом, она не попадала уже в списки жертв инквизиции, она была полностью оправдана, она не виноватая, то есть ее, она не ведьма, все, ну, утопливается, правда, выдавали только тело уже родственникам. Но если она каким-то образом, не знаю, ну, не знаю, комсомолка, спортсмерка, не знаю, одним словом, всплывала каким-то образом и не тонула какое-то время, да, ее вытягивали оттуда, как говорится, высушивали и сжигали. На костре уже публично, красиво, значит, с гуманитаркой, людям там с подарками, там, вот, значит, там, с праздником обычно это все, ну, раньше телевизора не было, поэтому, как бы, людям развлечение такое было, кого-то там на костре сожгли, допустим, там, публично, вот, как бы, повесили, кого-то сожгли, значит, и потом, ну, на полгода точно, как бы, адреналин у людей есть, как бы, значит, там, вот, а бывает, если хорошая казнь, то там, на целый год разговора потом, вообще, там, когда вот, там, говорили, где-то там, хотели казнить, отрубить голову, постановили, а накануне все судьи и сам палач, короче, ну, пьянствовали очень серьезно, как бы, топор был тупой, тут был спохмелья страшного, значит, короче, полдня рубили башкой, то, значит, уже все, уже наступили, столько, что уже люди уже кричали, вопили, пожалуйста, ну, что-нибудь сделайте все, одним словом, вот, бывали такие, потом разговоры было на очень долгое время, как бы, значит, вот такая, вот такие были времена, такие были нравы, вот, и, понимаете ли, христианская церковь, вот, историческое христианство за свою историю, точно неизвестно, сколько было жертв, но миллионы и миллионы жертв, вот, это очень страшная история, очень страшная история, но, это история заблуждений, а сегодня, чем хочу закончить, есть исход, вернувшийся церковь к Иисусу Христу, это уже не блудница, это уже невеста, и, знаете, благодарю Бога, что сегодня в Европе не сжигают, и у нас тоже не сжигают, такой страх, что сегодня, даже если проклинают, то и гонят как-то, то это уже, знаете ли, так, востоку-поскольку, и, как один монах мне говорил, Ир Диакон, таких, как ты, как раньше, сжигали, правильно делали, вот, вот, но прошло время, когда получил он освобождение, бесы вышли из него уже, уже на, уже утром, он мне говорил, о, спасибо, что так все рассказали, вот, это так важно, и вот, если бы в нашем монастыре бы все это рассказали, и конфеты бы меня кормил, то есть, без бесов хороший человек, с бесами плохой человек, любой человек, религиозный, наипачий, и вот, знаете, реформация, это восстановление церкви, история христианства, вот, начиная с первого столетия, и вот, до того самого 1517-го благословенного, который мы в этом году часто будем вспоминать еще, до самого октября и дальше, вот, вся история наша, она больше или меньше скатывалась все ниже, и ниже, и ниже, и знаете ли, вот говорят, что есть дно, как бы, да, самое, но, как бы, даже дно порой не останавливает религиозников, они берут лопаты, все, что нужно, и копают еще ниже дна, вот, как бы, к тому самому 1517-му, у нас только все было плохо, что, казалось, уже дальше, уже все, до самого ада докопалось церковь, но в этот момент, как ни странно, в самый темный момент, кризис этого, началась Великая Реформация, прозрение, массовое прозрение, уже не просто даже население оболваненного, знаете ли, все меньше и меньше верили инквизиции, все меньше и меньше, вот, уже не справлялось, как Ленин говорил, помните, о предреволюционной ситуации, значит, я тоже самое перефразировал, можно сказать, предреформаторской ситуации, когда верхи уже не могут управлять по-старому, сдерживать все по-старому, не могут уже, а низы уже не желают жить по-старому, вот, этот момент, как раз именно и начинаются революции, перемены там, Майдан, что угодно вообще, или реформация, и вот, когда реформация, именно, это молитвенный Майдан, это будет реформация, как восстановление церкви, вот это мощное, реформация приносит огромнейшее благословение, всегда, реформация приносит огромное благословение, да, друзья, и пусть Бог благословит нас именно, и наше время пусть будет временем именно реформации, не просто потрясения, там, религиозно-политических или политических всяких потрясений. Потому что действительно избавление наше только лишь Боге, друзья. Только лишь в нем. И только лишь спасение. Грешников как ни называй. Красными, триколор, двуколор, желтоплакитными, какими ни называй. Грешник, он и в Африке грешник. Под каким флагом он не выступал бы, на какой мобе он не говорил бы, не разбавлял бы там. Неважно. Но если он возрожденный свыше человеком, он возрожденный свыше человек. Пусть Господь Бог благословит. Есть действительно и Божий, и святой интернационализм. Я верю в это. Где уже нет ни иудеи, ни эмина, где нет ни мужского пола, ни женского, ни богатого, ни бедного. Где новый народ. И действительно наш флаг, наше знамя, наш флаг, которому мы верны, должны быть христиане. Это один флаг. И знамя его надо мной написано. Любовь. Вот. Это Христово флаг. Христово знамя. Спасибо, Господь, за этот добрый день, что ты с нами. Спасибо, что ты в нас, верующих. Спасибо, что ты среди нас. И спасибо, что вот предыдущие эти дни, вот сегодняшним днем из истории, многие примеры такие слышали, вспоминалось много о чем. Боже, благослови нас там, где, Господь, может, кого судили из прошлого. Прости, Господь, избавь нас от злого духа, критицизма. Позволь нам, Господь, позволь нам, Господь, Боже, не быть судьями, ни живым, ни умершим, тем более. Потому что ты один судья, и живым, и мертвым. И мы лишь берем уроки из прошлого, участь на ошибках наших предшественников. Господь, и те, кто проставлял тебя в своей жизни, в своем служении, Боже, позволь нам учиться на их примерах. Потому что, взирая на кончину их жизни, мы тебя проставляем, Господа нашего. Взирая на последние дни, Боже, мы величаем тебя и благодарим тебя за все, за все. Господи, как вот тот твой помазанник, реформатор великий, Джон Нокс. Боже, когда погребли его тело, ученики написали на камне погребальном, памятнике, что под всем камнем покоится прах человека, который настолько тебя, Бога, боялся, что больше в этом мире ничего не боялся. Спасибо, Господь, что ты, Иисус Христос, вчера, в древности глубокой, вчера, и сегодня, и вовеки ты тот же самый. Спасибо, умерший за нас, воскресший для нашего правдания, и вновь грядущий. Гляди, Господь Иисус, благослови народ своим миром, благослови, Господь, Божий, и духовный центр, Божий приют, благослови труд, Господь здесь в Одессе, и вот как там обозначено, на карте той Украины с таким веером, с Одессы начиная, и дальше по всей Украине, Боже, пусть исполнится, состоится этот план, огромнейший, Божий, Твой святой план, по спасению многих душ, Господь, о которых многие сегодня уже вытирают ноги, но которые, Боже, действительно, ценны в Твоих глазах, потому что Ты, Бог, любящий, отдавший Сына Своего за всех нас. Спасибо Тебе, Господь. Обратив свое лицо, светлое благослови, Боже, и пастора, Федора, и всю команду, братьев, Божиих лидеров, новых поднимих, Господь, Боже, служителей, которые, засучив рукава, вы, трудились, не покладая рук, на небе царства Твоего. Спасибо. Падших восстанови, Господь, отпадших, те, кто осуетился, в умствованиях своих, чьи сердца оброчились, Боже, обрати на путь истины, заблудших, те, кто, даже если есть служители, не знали Тебя никогда еще, не были даже духовно возрождены, Боже, возроди, потому что Ты, мертвая, оживляешь Бог мой, потому что Ты есть жизнь, Ты есть воскресенье. Спасибо Тебе, Господь, за все. Во имя Христа Иисуса. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призвит на Тебя Господь светом лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе и даст Тебя и даст Тебя Иисус Христа Иисуса, Господа нашего и Спасителя. Амин. Бог Авраама Исаакова Израиля, Бог Патриархов и Пророков, Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое и добрее в Царство Твое, благостави народ своим миром, своим шаломом, Боже всемогущий, болящих исцели Господь, мертвых воскрешай Господь, совершай чудо, Господь, преобразование земли нашей, Боже всемогущий. И в эти дни, когда Господь, Боже, кровопролитие за кровопролитие, когда смута за смутой, когда просто потрясение за потрясением, и экономическое, и политическое всякое, и порой разочарование в народах, Боже всемогущий смятение, Боже всемогущий, пошли свершалом своим миром, Боже народом, потому что мы нуждаемся, Боже, в Твоем благоставении, светлое лицо, обратись сегодня, Бог благостави Украину, Бог благостави, спаси Господь, Боже, вразуми Госпо всех, Боже, во имя Христа Иисуса, Боже, позволь нам действительно быть Господь Божий, пред лицом Твоим, Боже, во имя Христа Иисуса, Господа, благослови, Господь, во имя Христа, аминь, во имя Иисуса, только так, аминь, слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому, аминь, благослови всем вам, друзья. Александр Борисович.